Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. В российской портовой инфраструктуре, насколько я понимаю, для нанесения этих ударов используются тоже дроны, беспилотники. Хотя пока мы этого точно не знаем, видимо информация пока засекречена. Но что мы точно знаем, так это то, что сегодня в Новороссийске, в крупнейшем торговом порте России на Черноморье, произошел очень мощный пожар. Там горел склад контейнеров. Самое интересное, что там не просто горел склад контейнеров, там еще что-то взрывалось. То есть на роликах, на видеороликах пожара, там видно поднимается очень тяжелый такой черный дым и слышны постоянно взрывы, что-то там бум-бум-бум. Кто-то говорит, что это взрываются бочки с маслом, возможно, не знаю, но звуки взрывов были разной интенсивности, из чего можно, наверное, сделать вывод, что что-то там военное тоже могло взрываться, какие-нибудь боеприпасы, которые, кстати, если вы в курсе, постоянно возятся из Порта Новороссийска, из Севастополя еще, правда, тоже, в Сирию. Потому что Сирия, там до сих пор сидит российский контингент, который необходимо снабжать всем необходимым, в том числе боеприпасами. И вот эти боеприпасы возят из Порта Новороссийска, из Порта Севастополя. Поэтому я бы не удивился, если бы узнал, что если потом вскроется и будет такая информация, что удар был нанесен по тому месту, где хранились боеприпасы, предназначенные для российского контингента в Сирии. Кстати, это еще один момент, что если будет закрыто движение по Черному морю с помощью морских дронов для россиян, то сирийский контингент, ну, от голода будет помирать там вся Сирия или что-то такое. Придется России бросать Сирию и переводить свои войска назад. При этом, то, что дроны используются, наверное, если это был дрон действительно, то это скорее всего был дрон не морского, а воздушного базирования. То есть прилетело те самые бобры или как они там называются, украинские дроны воздушного, способны летать около 1000 километров и приносить к цели около 45 килограммов взрывчатки. Одновременно с этим, в совсем другой части России, а именно в Москве, был нанесен удар очередной по Москва-сити. В этот раз дрон ударил по экспоцентру. Там рядом с Москва-сити находится большой очень выставочный зал, который называется экспоцентр. И на этот раз удар пришелся по нему. Там, в этом экспоцентре, проводятся обычно всякие выставки, причем это и престижные выставки, такие богатые, поскольку он расположен как раз вот около этого центра сосредоточения российской бизнес-политической, административной и воровской элиты, которая называется, собственно, Москва-сити. Я много раз говорил, и давайте еще раз повторю, что я считаю вот это использование дронов против Москва-сити, а также против Рублевки наиболее перспективным. Почему? Потому что это удары по российской элите, по единственным людям, которые хоть что-то обладают хоть какой-то субъектностью в России и которые способны предпринять хоть какие-то действия. Потому что, так сказать, простой народ, он, конечно, к действиям, к счастью или, к сожалению, не способен, особенно в нынешней ситуации. Забит он, затравлен, запуган и так далее. А вот те, у кого есть хоть какие-то деньги, у кого есть хоть какая-то субъектность, самостоятельность, те могут еще что-то предпринять, в том числе, возможно, и замутить какой-то заговор против Владимира Путина. Но в заговор элиты, конечно, верится с трудом, но еще хоть как-то можно это представить себе. А вот то, что народная революция в России произойдет, мне пока представить очень-очень сложно. Ну, по крайней мере, в текущих обстоятельствах, я думаю, это вообще невозможно. Так вот, чтобы подвинуть эту самую российскую элиту, в кавычках, к каким-то размышлениям о том, нужен им Путин или не нужен, необходимо как раз стимулировать вот такого рода удары по Москва-Сити. Плюс, кроме того, по местам сосредоточения этой самой элиты. Плюс, что я хочу сказать, опять же, супер вещь, то, что во время этого налета прекращал работу аэропорт Внуково. Я много раз, опять же, говорил, еще раз повторю, то, что закрытие аэропортов московского авиаузла будет очень серьезным ударом по цельности Российской Федерации. Потому что без уверенного, устойчивого авиасообщения такая большая страна, как и Россия, существовать не может. Ей обязательно нужно постоянно хорошо работающее авиасообщение. А Москва является центральным главным, так сказать, сердечником, самым главным узлом этого самого авиасообщения. Без Москвы все авиасообщение по России будет прекращено. Ну и Москва-Сити, помимо всего прочего, является и финансовым как бы центром. Там, правда, такой полутеневой финансовый центр России, потому что там какая-то конвертация происходит, какая-то подпольная, кто-то кому-то мешки денег переносит и так далее. То есть, ну в таком в российском смысле это финансовый центр. Если там, не знаю, в Лондоне или в Нью-Йорке все делается чисто красиво на бирже и так далее, то в России все выглядит вот так вот, да, там как-то подпольно, тайно и не очень честно, чисто и так далее. Но тем не менее, какой есть, такой есть финансовый центр. Вот у российских финансов в последнее время начинаются очень серьезные проблемы, прям серьезные-серьезные. Из-за санкций и из-за боевых действий в России происходит сейчас, ну, ускоренное, можно так сказать, разрушение инфраструктуры и многочисленных систем жизнеобеспечения, в том числе и финансовые системы. Заменить выбывающее оборудование, которое существует в России сейчас нечем, и из-за этого компьютеры летят, всякие системы, все, что сложнее лопаты или там какого-нибудь самовара, все России ломается и восстановить это сложно. Если, кстати, будет закрыт канал импорта, контрабандовый импорт через Черное море, то еще сложнее это все будет. Сейчас этой проблемой пытаются пренебрегать российские власти, но в среднесрочной перспективе, а уж тем более в дальнесрочной, в долгосрочной перспективе, она обязательно приведет к падению, коллапсу целых отраслей сферы экономики. При этом, это все происходит на фоне вот того самого финансового кризиса. В минувшую пятницу, если вы обратили внимание, курс доллара в России преодолел психологически важную отметку в 100 рублей за доллар, он поднимался и еще выше, это вызвало в Кремле панику. Почему, казалось бы, до 100 рублей не вызывало, а после 100 вызывало? Дело в том, что, во-первых, Путин человек мнительный, а во-вторых, он человек старой закалки. Для него курс доллара это первый, прямой, главный и самый важный, самый очевидный показатель состояния экономики. И если вот он себе поставил эту засечку в голове, что вот до 100 рублей экономика в порядке, а после 100 рублей экономика уже в плохом состоянии, за доллар имеется в виду, то так оно и будет, так тому и быть. То есть, вот это для Путина лично его главная вот эта засечка, отметка, как называть, как хотите. Поэтому, когда курс выскочил за эти 100 долларов, Путин начал паниковать. Путин, ну, я не знаю, насчет паниковать, но беспокоиться точно начал. Потому что для него же, вот как для людей, так сказать, сформировавшихся в своем нынешнем виде в 90-е годы, у него как? Растет курс доллара, это плохо. Падает курс доллара, это хорошо. Так же думают многие россияне, которые тоже, как бы еще с тех времен, помнят, что чем выше курс доллара, тем надо сильнее бояться всего происходящего. Поэтому курс очень важен еще и в медийном, так сказать, психологическом, в перцептивном, извиняюсь за умное слово, смысле. То есть это вещь, которое, восприятие, которое обществом важнее, чем сам этот курс. Выше 100 начинается вот то самое волнение, переходя еще в панику, срочно надо бежать, что-то делать, снимать рубли, продавать рубли, покупать доллары и так далее. На выходных минувших советник Владимира Путина по экономическим вопросам, есть у него такой помощник, зовут его Максим Орешкин, он выступил открыто, причем не на каком-то закрытом совещании, а в прессе выступил, обвинил Центральный банк России в ослаблении курса рубля, заявил, что российская экономика нуждается в сильной национальной валюте. Это фактически, он сказал то, чего сам Путин хотел бы сказать, но сказать не мог. То есть вот тот факт, что он объявил, что Центральный банк плохой и не делает все необходимое для удержания курса рубля на должном уровне, свидетельствует о том, что сам Путин начал дергаться на эту тему и, собственно, сам Путин начал волноваться. Ну а для Центрального банка это заявление было черной меткой, потому что, хотя Российский Центральный банк формально является независимым против Путина, он ничего сделать не может и не будет выступать, конечно, не будет ему перечить, потому что если Путин сказал понизить курс рубля, курс доллара, значит будут понижать. Поэтому Российский Центральный банк на этой неделе экстренно собрался и повысил ключевую ставку рефинансирования с 8,5% до 12%. Тут важно то, что не сама величина повышения, а динамика, потому что до этого вот эта ключевая ставка, она 2 года все время снижалась, ее не трогали, эту ключевую ставку, а до этого на процент она выросла в июле, на 1%. И тут сразу выросла не на 1%, а с 5,8% до 12%, на 3,5%, то есть это супер экстренная, супер пожарная мера, если так можно вырослеться. В любой стране мира такое резкое повышение ставки сразу привело бы к резкому росту курса местной валюты по отношению к доллару. Ну, собственно, в России так и получилось, почти так получилось. Потому что курс доллара сначала снизился до 95 рублей, потом он снова поднялся до 99 и даже 100 рублей, а потом еще снова снизился. То есть этот курс начал лихорадить, он не может никак найти себе какое-то равновесие. Почему так происходит? Вот Сергей Алексашенко, известный российский экономист, который, в общем, достаточно аккуратно всегда высказывается. Смотрите, он пишет, на мой взгляд, повышение ставки ничего не решает, поскольку банки, активно участвующие в курсовых играх, не используют для этого кредиты Центрального банка населению. А население 12% по рублевым депозитам вряд ли покажутся сильно привлекательными. По сути дела, налицо кризис доверия к рублю и своими паническими действиями Банк России вряд ли сможет преодолеть этот кризис. Алексашенко всегда очень спокойно, аккуратно высказывается. Никогда он не кричит, как я, например, люблю кричать, что российская экономика кирдык, она скоро сдохнет и всякое такое. Нет, он всегда говорит, он очень высоко отзывается об экономистах, сидящих в российском правительстве, в Центральном банке и так далее. И поэтому, если он уже начал говорить о том, что действия Центрального банка являются паническими, то значит дело действительно плохо. Они действительно панические, там паника началась. Что же происходит? Ну смотрите, экономика Российской Федерации частично стала, стала частично рыночной. То есть она была рыночная, стала частичной, почему? Потому что государство то влезло руками, ногами и всеми прочими частями тела. Обычные механизмы регулирования этой экономики уже не действуют. Для снижения курса доллара там можно одну меру применить, нужно прекращать войну. Другие методы просто не помогут. Либо они, знаете, будут чисто символическими, чисто такими, ну на показ, для шоу. Если вы тратите треть бюджета на военные нужды, на самом деле даже больше, чем треть бюджета. Если у вас десятки тысяч людей постоянно гибнут на фронте, и миллионы забраны в армию или выехали из страны. Если у вас нет притока валюты в экономику из-за санкций. Если ваш импорт растет, а растет он потому, что вы сами ничего не производите, вы не умеете ничего делать. То манипуляции составкой ЦБ, знаете, это как косметика. Это как наносить тональный крем, как пудру наносить на ногу, которая разлагается от гангрены. На пять минут кто-то издалека может посмотреть на эту ногу и решить, что с ней в порядке. Все в порядке. Но, пересмотревшись, любой человек поймет, слушайте, там же гангрена под слоем этой самой пудры, под слоем тонального крема, там гангрена. И вы что делаете? Вам по-другому надо бороться с этой болезнью. Ну по-другому, то есть заканчивая войну, Путин с ней бороться не дает своему экономическому блоку. Соответственно, вот приходится использовать пудру и тональный крем. Собственно, именно это сейчас происходит. Гангрена происходит с российской экономикой. И сейчас вот по классике, как говорится, август, курс доллара начинает улетать в космос. Правительство и Центральный банк судорожно, лихорадочно пытаются что-то сделать, но уже мало чего помогает. Кстати, Россия сейчас даже не может занять денег на внешних рынках, поскольку с июля прошлого года она находится в состоянии технического дефолта. Условно говоря, денег ей никто не даст. То есть неусловно так и есть. Ей никто денег не даст, потому что в стране находящейся в состоянии дефолта, хотя внутри России этот дефолт пока не ощущается, но для иностранных инвесторов он существует. Все очень внимательно за этим следят. В результате, если бы у меня были сбережения в российских банках каких-то, я бы максимально быстро оттуда выводил эти сбережения, переводил бы все свои накопления в доллары и избавлялся бы от рублей, потому что, судя по всему, рубль сейчас будет падать и падать и падать. Я, конечно, не финансовый эксперт, я не экономист, я не даю финансовые советы, но, знаете, так сложилось, что я довольно, так сказать, точно нутром чую, обычно, не всегда обычно, что вот-вот приближается момент, когда российское правительство кинет свое население на бабки. И вот сейчас у меня это чувство есть. Я думаю, что приближается действительно тот момент, когда российское правительство кинет людей и отберет у них все их сбережения, накопления и так далее. В сущности при этом, знаете что, деваться-то особо Путину и его миньонам-клевретам в правительстве России некуда и в Центральном банке. Войну они не закончат, а в долг им никто не даст. За нефть они сейчас получают рупии, индийские рупии, на которые ничего не купишь. Фонд национального благосостояния они уже пустили на ветер, это такая заначка была. Золотовалютные резервы они хранили, там 400 с лишним миллиардов долларов они хранили в странах Запада, и страны Запада на эти золотовалютные резервы наложили арест, то есть тоже туда руку не засунешь, там денег не получишь. Поэтому Путин и его команда, в общем, остаются потихонечку с голой задницей. У них тупо нет денег, нигде взять этих денег. То есть какой-то приток валюты есть в России, но он маленький, на войну его едва-едва хватает, на все остальное уже не хватает. И именно поэтому я уверен, что в ближайшее время российское правительство вот обязательно кинет на бабки наивное свое население. Других источников денег на войну у него просто нет, оно обязано будет сделать это, если не хочет остаться вообще без копейки. И я уже даже слышал, знаете, план есть такой, как именно будут кидать на деньги россиян, объявят деноминацию. Что такое деноминация? Это скажут, вы ничего не теряете, то есть у вас была тысяча рублей, мы отрезаем типа два нуля, и у вас остается 10 рублей, или там вместо 100 рублей будет 1 рубль. И у вас даже более полновесный будет рубль, да, потому что вот 1 рубль будет примерно равен 1 доллару. И мы обменяем все эти денежки с ваших, так сказать, с ваших миллионов на обычные там тысячи, да. Что они такое придумают и скажут, ну а у супер богатеев, мы, у тех, у кого больше миллиона рублей, мы при обмене возьмем с них налог, типа 20%, например. И вот таким образом, каждый россиян, у которого больше миллиона рублей накопления, а таких довольно много россиян, которые там, в том числе и какие-то, кто себе копил на... Потому что миллион рублей это не так много, это сколько там, типа 400 тысяч гривен, если учитывая, что там сколько стоит квартира, машина, нэ-нэ-нэ, в общем, такие деньги есть у многих людей. Так, в общем, при обмене у них эти денежки изымут, заберут, скажут, ну что ж, ну, родине нужно воевать чем-то, танки нужны, пушки, самолеты, поэтому, извините, друзья, платите налоги. Вы слишком богатые для того, чтобы жить в России. И вот таким образом население, так сказать, разует, потому что такое было уже много раз. Кстати, это будет еще в дополнение к уже идущей девальвации рубля, из-за которой сбережения россиян за прошлый год потеряли уже половину стоимости. Сбережения в рублях, я имею ввиду. На неделе Владимир Путин, кстати, провел совещание, экстренное совещание, срочное совещание с руководством экономического блока правительства и Центрального банка. О чем они там договорились, наверное, на совещании точно нам, конечно, не скажут. Но я думаю, что вот они готовили какой-то кидок населения. Сказали людям, что вот прямо сейчас никто не будет вводить в Россию жесткие валютные ограничения, меры валютного контроля, как они называются. То есть, условно говоря, никто не будет изымать у россиян доллары и принудительно менять их на рубли. Раз они такое говорят, что не будут этого делать, я думаю, что на самом-то деле они как раз что-то такое и планируют. Поскольку они всегда, вот то, что они планируют делать, они говорят, не-не-не, мы такого делать точно не будем. И потом бах и делают обязательно. Поэтому, может быть, даже и долларами стоит держать в банках, сейчас фиг его знает. Ну, и они сказали, что мы по-хорошему сейчас попросили российских экспортеров продавать побольше долларов ЮАГи внутри Российской Федерации. Не знаю, к чему это привело. Но, в принципе, да, сейчас уже это привело к небольшому падению курса доллара на 6 рублей. Он снизился, этот курс. То есть, он был там 100 с лишним, а стал 97. Но, я, эта мера краткосрочна, она не может быть постоянно действующей. То есть, один раз, да, экспортеры скинут свои доллары, ну а потом что? Потом непонятно, что долларов-то у них больше не становится. Более того, при поступлении в российский бюджет от экспорта очень сильно падает в последнее время. И, как мы видим, курс доллара потихонечку опять начал стремиться к этой самой сотне, но он скачет, прыгает туда-сюда, вверх-вниз. Вот, отпустить совсем курс российские власти не могут, потому что в этом случае они получат дичайшую просто гиперинфляцию с народными волнениями. Вот тут, возможно, народные волнения будут, как это было в 90-е годы, когда там какие-то шахтеры скучали с касками, когда какие-то домохозяйки по кастрюлям стучали и всякое такое. То есть, вот такого не хотят они доводить. Но еще сильнее повышать ставку Центрального банка тоже не хотят, потому что если ее еще сильнее повысить, это угробит две отрасли, важные отрасли российской экономики. Сельское хозяйство и строительство. Обе они и так в тяжелом положении, потому что сельское хозяйство из-за санкций осталось без техники, без запчастей к этой технике и без рынков сбыта, потому что никто ничего не хочет покупать российское на внешних рынках. А российское строительство осталось без покупателей, потому что 70% заново возводимых домов сейчас пустуют. В общем, Россия сейчас не очень быстро, но довольно уверенно идет в направлении нового финансово-экономического кризиса, который на этот раз вызван не какими-то там играми с долларом, а войной, начатой Владимиром Путиным против Украины. Я очень удивлюсь, если вот такого рода кризис не случится, не случится уже в текущем августе или в начале сентября. Потому что смотрите, почему обычно такие кризисы случаются именно в это время, в конце августа, в начале сентября. В это время значительная часть россиян плещется на морях, в отпусках тусит, на дачах люди бухают, закусывают, купаются, развлекаются и так далее. Находясь в такой расслабленной атмосфере, довольно странно роптать, возмущаться, идти на митинг с дачи или с пляжа, что ли, на митинг пойдешь. Нет, такого не бывает. А вот когда вернутся, уже отдохнувшие, расслабленные и разъевшиеся, то уже хлоп, и все, дело сделано. Вы остались без денег, дорогие россияне. Вот такую операцию, как вы знаете, в России проводили уже, ну на моей памяти только три раза, по-моему. В 2008 году, в 1997 году или в 2008 году. И еще при Павлове, господи, это в 1990 или 1989 год был, при Советском Союзе еще был такой. То есть, людей деньги в России отбирают регулярно. Вот они только-только начнут что-нибудь накапливать, раз отбирают, раз отбирают. Ничего удивительного в этом нет. Это не является какой-то экзотикой или каким-то кризисом. Точнее, все, конечно, скажут, что это кризис, но в реальности это обычное дело для России. И единственное, что хочу заметить, из хорошего для нас с вами, такое всегда происходит постоянно перед падением или серьезной трансформацией режима. То есть, вот это перед тем, как что-нибудь такое серьезно ломается внутри режима, вот такая история происходит. И после этого происходит потеря легитимности, потеря доверия к правящему там лидеру или группировке, появление чувства злости на правительство и так далее. То есть, народ начинает очень сильно возбухать, выражаясь, так сказать, по-простонародному. Тут еще какой момент. В следующем году в России будет то, что там назовут выборами. Ну, если будет просто переназначение Владимира Путина. Поэтому вся эта экономическая история, она очень-очень важна. Потому что, если к моменту этих выборов, в кавычках, Россия подойдет в абсолютно разобранном в экономическом смысле состоянии, то тут уже, возможно, будут какие-то маневры со стороны элит. То есть, элиты попытаются, может быть, как-то бортануть Владимира Путина, выкинуть его из Кремля. Ну, и, возможно, да, уже тогда, если прям совсем все будет плохо, тогда уже народ может что-нибудь такое начать возмущаться. Может такое быть? Может такое быть. Особенно, если это будет происходить еще в сочетании с неудачами на фронте. А неудача на фронте, как мы уже с вами выяснили в первой части этой программы, а также в первой части, второй части, неудача на фронте будет обеспечена западными боеприпасами, самолетами F-16, западными кассетными боеприпасами, и, конечно, дронами морского, воздушного и наземного базирования. Ну, и насчет Индии давайте я сейчас скажу, я просто выписал себе на всякий случай заметку. Россия стала главным продавцом нефти в Индию за последний год, и продали туда в... Да, стали продавать туда просто какие-то гигантские объемы нефти, Индия стала главным покупателем российской нефти, нефть она получала, но платить за эту нефть Индия не стала. Точнее так, Путин распорядился принимать оплату за нефть в валютах дружественных стран, в данном случае в индийских рупиях. Россияне получили рупий на, внимание, 39 миллиардов долларов за свою нефть. И теперь с этими рупиями россияне ничего сделать не могут, потому что Индия запрещает их менять на доллары и вывозить эти доллары из Индии, и даже купить на эти рупии в Индии ничего нельзя, из-за разного рода препон, сделанных местным правительством. Возможно, я не знаю, что будет делать, россиянам начнут внутри России, вот если начнется экономический кризис, будут им зарплаты и пенсии выдавать индийскими рупиями, и делайте с этими рупиями что хотите. Может быть так. Но эта история с рупием, она же не единственная, потому что вместо долларов, там сейчас, усилиями путинского правительства, рупи, вместо импорта контрабанда, вместо экспорта бартер, все оно вроде как работает по отдельности, ну как бы что-то шевелится, да, но все вместе собрать, если оно приводит к катастрофе, к вот этим самым финансовым последствиям, очень нехорошим. И, в общем, к катастрофе, да. Собственно, я поэтому-то и думаю, что в августе, в сентябре обязательно произойдет что-то очень-очень серьезное и что-то очень нехорошее с российской экономикой. Я, конечно, опять же, еще раз повторю, что я не экономист, но что-то мне подсказывает, что вот-вот они кинут российское население, и там все гикнется, грохнется и обвалится. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам было интересно. Да пребудет с вами сила и пока-пока. Подписывайтесь на канал Радио НВ ось тут.